Привет, друзья, я Олеся Медведева, вы смотрите новый выпуск Ясно Понятно Блога на канале Страна Юэй. Уже в двух странах, в России и Великобритании, началась массовая вакцинация от коронавируса. Украине же до начала этого процесса еще далеко. Сейчас, на данный момент, есть три пути, по которым вакцина может попасть в нашу страну. Разберем сроки поступления по каждому из них и сравним с тем, когда же начинаются прививки в других странах мира. Смотрите до конца, и все станет ясно и понятно. Итак, первый путь под названием «бесплатно и долго». Вакцины, которые будут распределяться государством, делятся на две основные категории. Это бесплатная помощь Украине и то, что мы будем закупать за бюджетные деньги. Первое, что сейчас обсуждают, это поставки в рамках международного механизма COVAX. Они бесплатны, в том числе для украинцев, и охватят около 4 миллионов населения. 8 миллионов доз по два укола на одного пациента. А теперь вопрос, когда же их можно ожидать. Центр общественного здоровья при Минздраве на днях сообщил, что направил первую часть заявки в глобальный альянс вакцинации и иммунизации. Это международная структура, которую финансирует Всемирная организация здравоохранения. Также ряд правительств и частных спонсоров. Один из крупнейших частников, которые выделяют на это деньги – Билл Гейтс. Именно через этот альянс американский миллиардер поставляет гуманитарную помощь и вакцины в беднейшие страны мира. Заявка же Украины в этот альянс будет состоять из двух частей. Первая уже поступила, а вторая будет готова к 14 декабря. С чем это связано? Чтобы обосновать необходимость вакцины, страна-получатель должна предоставить множество данных. По наличию складов, общей логистике поставок, холодильному оборудованию и так далее. Сейчас на данный момент готовят вторую порцию этой информации. Если ее примут, то поставки Украине вакцины утвердят. Пока же заявление власти о том, что вакцина Ковакс украинцам гарантирована, не имеют под собой оснований. Глобальный альянс по вакцинам еще не утвердил украинскую заявку. По причине того, что по сути она еще не готова. Если даже утвердить, то первая партия препарата может поступить нам в начале года. И в размере 5% от запланированного объема. То есть 400 тысяч вакцин для 200 тысяч человек всего. Остальные бесплатные вакцины доедут до нашей страны только в конце марта. Об этом сказал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов. Правда, он не уточнил, все ли оставшиеся дозы прибудут к этому сроку или опять же только часть. Но уже сейчас понятно, что данные сроки всего лишь приблизительные прикидки. Дело в том, что Ковакс сам не знает, какую вакцину будет поставлять Украине. Отгрузка будет идти по принципу «даем вам то, что есть». Но для каждой из трех принятых на Западе вакцин свои условия хранения. Для вакцины Pfizer нужна температура минус 70 градусов. Для вакцины Moderna минус 20. Попроще, конечно, с AstraZeneca, которая выдержит от плюс 2 до плюс 8 градусов. То есть по каждой из них будут разные условия логистики и хранения. Это значит, что так называемые холодные вакцины Украина не сможет принимать большими партиями. Только в том количестве, которые потянут холодильные установки в нашей стране. А это значит, что поставки растянутся во времени. Эксперты говорят, что вакцину Pfizer Украина может за раз принять не более 70 тысяч доз. А вакцины Moderna – 340 тысяч доз. Плюс временная вакцинация, которая может растянуться на самом деле надолго. Что зависит от времени доставки в регионы, наличия врачей, наличия лабораторий. Ну и, конечно же, дисциплинированности самих пациентов. Кстати, с этим и связан мелкий объем самой первой партии. Она является пробной, чтобы убедиться в возможностях Украины принять вакцину и довести, доставить ее до конкретных пациентов. Самый оптимистический сценарий, что Украина получит от доноров больше вакцин, не столь чувствительных к температурам. Возможно, именно с этой целью проводят аудит холодильных установок. И в любом случае, если основные поступления от Ковакс намечены на март-апрель, то это, видимо, только начало поставок, которые могут растянуться на несколько месяцев по техническим причинам. Самый большой риск в этом всем, что условия хранения на самом деле будут нарушаться. И людям начнут колоть, скажем так, размороженные вакцины, которые в лучшем случае будут просто неэффективны. Следующий путь для нашей страны – это покупные вакцины. Но снова возникает вопрос, когда их ждать. В украинском бюджете на закупку вакцин заложено более чем 2,5 миллиарда гривен. И единственное, что сообщают власти по этому поводу – ведутся переговоры. При этом указывается, что российскую вакцину Украина покупать точно не будет. По сути, это уже попытка купить лекарства на свободном коммерческом рынке, то есть у частных компаний. Здесь пока, конечно, еще никаких результатов нет. В начале декабря глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что Украина договорилась с компанией Pfizer, но количество доз он не назвал, а также добавил, что поставки могут начаться в начале второго квартала, то есть снова март-апрель, как и у бесплатных вакцин по механизму COVAX. То есть, скорее всего, никаких документов Украина с компанией Pfizer еще не подписывала. Иначе об этом уже заявляли открыто. Сам выбор вакцин от этой компании крайне удивителен. По причинам, которые я озвучила ранее, для хранения этого препарата необходимо холодильное оборудование с постоянной температурой минус 70 градусов. Этот американский препарат крайне капризен в хранении. Нужны мощные холодильники, сухой лед, а ее нужно как-то доставить в райцентры и очень быстро колоть людям. В общем, получается, никакой определенности по этому вопросу нет. С остальными производствами вакцин, как западными, так и китайскими, пока еще ведутся переговоры. Но в приоритете ранее упомянута американская компания Pfizer, а также Madera. Она тоже, кстати, из США. А вот AstraZeneca из Великобритании. Но как буквально недавно заявил министр Степанов, вакцину купят у всех, кто ее будет продавать. Главное условие – это верификация в рамках Всемирной организации здравоохранения. На самом деле можно посчитать, на сколько вакцин хватит бюджетных средств. Если закупать самую дорогую, американскую, Madera, то при ее цене 25-37 долларов за одну ампулу хватит примерно на полтора миллиона человек всего. Тем не менее, именно этот вариант буквально недавно предложила СНБО Украины. Если брать первую из западных вакцин Pfizer, ее они в Евросоюз продают по 19 долларов за дозу. Две ампулы. Если Украина сторгуется по той же цене, то привиться смогут где-то 4,5 миллиона человек. Но опять же таки вопросы с транспортировкой этой вакцины и ее хранением. Затраты на обеспечение всего этого, логистики и хранение могут перекрыть доступность возможную цены. Однако, судя по всему, первая доза препарата, которую Украина все же получит, будут от Pfizer. О чем говорят регулярные заявления Минздрава о закупках сухого льда. Ну и, наконец, цена британской вакцины AstraZeneca. Стоит она 8 долларов за две дозы. И этого хватит более чем на 11 миллионов украинцев. Однако, с этим препаратом в конце ноября случились определенные проблемы. Его повторно отправили на испытания. Что касаемо вакцин, которые попадут на свободный рынок, то есть в частные клиники и даже аптечные сети, то их появление в коммерческом обороте планируется не ранее осени 2021 года. Об этом заявил глава Центра общественного здоровья Игорь Кузин. Первые поставки вакцины в Украину будут раздавать не всем. Некоторые прививку получат раньше других. Минздрав уже разработал этапность бесплатной вакцинации в Украине. По ней можно прикинуть и сроки вакцинации в целом. Итак, первая группа при наличии необходимого количества вакцин для 10% населения. Ее получат в первую очередь медики, военные, соцработники, персоналы учащиеся интернатов и жильцы и персонал домов престарелых. 10% населения – это порядка 4 миллионов человек. То есть примерно то количество людей, на которых хватит поставок бесплатной вакцины по механизму COVAX. Вторая группа, когда в страну поступит количество вакцин для того, чтобы привить от 11 до 20% населения, начнут прививать пенсионеров, учителей и воспитателей, силовиков, а также заключенных и персонал тюрем. Третья группа, если сумеют закупить вакцин для 21-50% населения, вакцина достанется хроническим больным от 18 до 60 лет и другим людям из группы повышенного риска. Все же группы риска планируют привить до конца 2021 года. Но это если медицинская система в Украине сработает четко, а денег на закупку препарата вакцин выделят больше. Минздрав говорит, что выделенной суммы в 2 миллиарда 600 миллионов недостаточно, нужно 15 миллиардов. И это минимум. Это значит, что более-менее значительное количество человек вакцинируют до конца 2022 года. А старт вакцинации в Украине будет на 5-6 месяцев позже, чем в США, Европе или России. Сколько их жизней это на самом деле будет стоить, пока вопрос открытый. Но давайте сравним, а как в других странах. Первыми успели открыть прививочные кабинеты в России, вторыми стали британцы, а третьими, судя по всему, будут американцы. Первые кабинеты для прививки от ковида открылись в Москве и области 5 декабря. Власти решили стартовать со столичного региона, поскольку он самый густонаселенный. Только по официальным данным там проживает более 19 миллионов человек. Но, как говорят, половина из них уже с антителами. Москвичам вводят инъекции вакциной «Спутник». Во всех остальных регионах России старт иммунизации назначен на сегодня, 10 декабря. Вакцина от ковида внесена в график прививок. Поэтому сейчас и дальше будет бесплатной для граждан Российской Федерации, а также для людей с ВНЖ. На сегодня уже вакцинировано 150 тысяч человек. В Великобритании вакцинация началась 8 декабря. Там в первую очередь стали прививать медработников и пожилых людей старше 80 лет. Власти указывают, что за декабрь месяц планируют иммунизировать 4 миллиона граждан. Но с вакциной Великобритании получилась интересная история. У Британии есть своя разработка. Это AstraZeneca. Но она показала плохую эффективность. Возникла сильная побочка, скажем так. В связи с чем испытания этого препарата продолжили. А прививочную кампанию, которая является полностью бесплатной, решили не останавливать и продолжили. Но для этого Британия закупила иностранную вакцину Pfizer. В США массовую вакцинацию планируют начать на этой неделе. Прививки изначально будут получать двух препаратов Pfizer и Modera. В первую очередь иммунизируют медицинский персонал, затем людей из группы риска. Правительство штатов сообщает, что прививочная кампания будет ударной. До конца февраля 2021 года они планируют иммунизировать 100 миллионов человек или 40% взрослого населения. Это, конечно, впечатляющие темпы. Власти заявляют, что вакцинация будет почти бесплатной. Вероятно, подразумевается, что в штатах же медицина в принципе платная. Граждане там должны оплачивать страховку. Эта прививка будет в нее входить. Американцам без страховки эти уколы тоже пообещали сделать, при этом не брать с них деньги. Вот такие вот дела, друзья. Посмотрим, как события будут разворачиваться дальше. Проанализируем их, а, конечно же, обо всем расскажем вам. На этом у меня пока все. С вами была я, Олеся Медведева. Ясно-понятно блог на канале Страна. Не забывайте подписываться на наш канал, нажимать колокольчик, чтобы не пропускать самое интересное и самое важное. Делитесь своим мнением в комментариях. Я уверена, что найдутся как сторонники вакцинации, так и ее противники. В общем, все пишите. Интересно будет почитать. Совсем скоро увидимся. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!